Ситуацию по водоснабжению населенных пунктов республики обсудили на правительственном совещании в Магасе под председательством премьера Владимира Сластенина. За минувшую неделю на территории региона проведен ряд мероприятий. На водозаборе Кантышева установлен глубинный насос для увеличения объема добываемой воды для транспортировки в Малгобекский район и второй микрорайон Малгобека. Аналогичное оборудование монтировано в Назране силами местной администрации, что решило проблему с водоснабжением микрорайона Юбилейный. Сообщается, что 31 августа и 3 сентября вышли из строя действующие скважинные насосы в зоне фабричного рынка Назрани и в Нестеровской. Они доставлены и ведутся работы по установке. Частично сохраняется проблема с водоснабжением в пределах новостроек Назрани в некоторых селениях Назрановского и Малгобекского районов. Подвоз воды на эти участки осуществляется силами специального АТП при правительстве Ингушетии. Сложно было справляться с той ситуацией, которая сложилась сегодня. Но вроде водоканал с этим справился. Как таковых острых проблем не было. Были проблемы выхода из строя комплектующих, то есть задвижки, скважинные насосы. На водозаборе Кантышева вышли из строя насосы Альтиева, в 105-м массиве, в Местеревке. Вот такие вешаны будут перечислять для всех. И были крупные порывы на центральном магистрале водопровода, который ведет в сторону Малгобекского района. Но вот все эти мероприятия по устранению тех, которые были на ситуации, проводились. Мы проводились с Ингушетом водоканалом, не отключая водозаборы. По поручению председателя правительства мы проводили с нами мероприятие. Ингушетом водоканал совместно с администрацией города Сунжа провели мероприятие по расконсервации двух артезанских скважин, которые находятся в Сунжа по улице Толстого. Два дня назад все работы завершены. Все скважины уже готовы ввести в строй. Они уже подключены к центральной сети. Регион водоканал запросил у Роспотребнадзора заключение бактериального анализа воды. После, если он будет соответствовать норму, мы можем просто открыть заглючку, включить насосы и дополнительно в систему подать 1920 кубов воды. Это нам даст плюс, что были перебои домоводения, которые находятся на воздействии в городе Сунжа.